Само пространство музея, его исторического здания, эти легендарные залы слепков, тоже напоминают нам о проблемах фотографических. Коллекции слепков возникали при художественных академиях, поскольку традиционно считалось, что начинающему художнику следует копировать самые совершенные образцы пластического искусства, и поскольку свойства гипса позволяют даже лучше изучить пластику, особенно важную для художника, чем это можно сделать на оригинале. Иоганн Эхим Винкерман, основоположник современного искусствознания, считал белый наиболее совершенным цветом и в одном из своих текстов напрямую увязывал красоту и формирование гипсовой формы. Он так об этом писал. «Истинное чувство прекрасного, словно жидкий гипс, который, будучи вылет на голову Аполлона, растекается по всему его телу и облекает его». Немецкие романтики Гёте, Лессинг, Шиллер находились под огромным впечатлением от античного зала Мангеймской галереи, которая даже превосходила для них непосредственно встречу с оригиналами в Италии. Вот, например, как писал Шиллер, обращаясь к авторитету теоретика искусства Готхольда Лессинга, чтобы доказать, что посещение античного зала приносит больше пользы, чем путешествие в Рим. Сам Лессин, побывавший здесь, заявил, что посещение этого музея во многих отношениях полезнее изучающему искусство художнику, чем путешествие в Рим на поклонение подлинникам, которые, по его словам, большей частью слишком плохо освещены, либо стоят высоко или загромождены плохими вещами. Затем коллекции слепков стали собирать университеты. Копии самых совершенных произведений скульптуры наглядно демонстрировали историю искусства в ее последовательном эволюционном развитии. Именно с такой идеей затевалась коллекция слепков Пушкинского музея. Эта история восприятия слепков наглядно показывает, какими сложными могут быть отношения между оригиналом и копией. И мнение, что копирование умаляет ценность оригинала или что оригинал делает копию бесполезной, не единственное. И в истории достаточно примеров, когда копии и оригинал воспринимались как взаимно адекватные, как заменители друг друга. Стоя здесь, в этом зале, в этом музее, мы особенно хорошо это понимаем, испытывая чувства близкие, может быть, к тому, что испытывали романтики. Мы понимаем, что это копии, но копии, с которыми мы, если нас водили в музей в детстве, а потом мы сами в него приходили, вот с ними мы живем вместе на протяжении всей своей жизни, это слепки, которые с нами прожили весь двадцатый век. И символ того, что мировая классика вообще всегда с нами в любых невзгодах. Такие, может быть, сентиментальные рассуждения. Ну и, конечно, история искусства поднимает для нас вид такого пространства, каким его задумали для нас создатели музея. Сами того не осознавая, мы можем иметь в своей голове вот такой объемный образ истории искусства, выстроенный по подобию пространства музея. Разговор о копиях, конечно, важен для фотографии, технологии, которая в двадцатом веке позволила создавать копии в беспрецедентном объеме целыми большими тиражами. Мы часто склонны негативно относиться к этому качеству фотографии, принижая фотографическую репродукцию в статусе, а порой вовсе отказывая ей не только в самостоятельной эстетической ценности, но и в статусе отдельного предмета как такового. В репродукции неуловим материальный возраст предмета, так можно сказать. Поэтому весь пласт значений, связанных с материальностью, из репродукции как будто бы исчезает. И в таком случае мы отказываем фотографии в том, что она сама самостоятельна, вот как отпечаток материальный. Часто мы руководствуемся представлением о том, что фотография просто такое окно к предмету, бесстрастный и прозрачный проводник в чем-то убогий, поэтому, конечно, там, где только возможно, следует отказаться от общения с копией в пользу общения с оригиналом. В то же время, по примеру наших предшественников, которые вступали в сложное взаимодействие со скульптурной копией из галереи слепков, мы могли бы попробовать осмыслить те свойства, которые дает нам фоторепродукция, и посмотреть, нет ли в ней особой силы, которую мы могли бы использовать или уже неосознанно используем. Какие свойства присущи в фоторепродукции? Прежде всего, фотографическая копия позволила преодолеть дистанцию, которая отдаляет нас от объекта. Поражаясь глубине и точности, с которой тот или иной автор XVIII и XIX века рассуждал об искусстве, мы часто ошибочно полагаем, что их зрительный опыт так же обширен, как наш, что они видели все то же, что видели мы. Тогда как, конечно, до появления фотографии вы либо совершали долгое и дорогостоящее путешествие, либо довольствовались пересказом и гравюрами. Только с развитием масс-медиа стало возможно то состояние вездесущести, о котором Поль Валерий рассуждал в 1939 году так. Точно так же, как вода, газ и электричество доставляются в наши дома откуда-то издалека, чтобы в ответ на минимальное усилие удовлетворить наши нужды. Так же нам будут доставлять визуальные или слуховые образы, которые будут появляться и исчезать при простейшем движении руки, не более чем знаки. Свойство фоторепродукции – приближать к нам предмет, доносить его облик без значительных потерь, позволило Андре Малеру говорить о так называемом «воображаемом музее», то есть неком эфемерном своде, корпусе, таком незримом здании, под эгидой которого было бы собрано мировое искусство. Фоторепродукция освобождала от необходимости физически собирать все шедевры в одном месте. Но расстояние, дистанция, как мы помним, это важный элемент эстетического опыта. О негативной стороне преодоления дистанции рассуждал Вальтер Бенемин в своем знаменитом эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», на который хоть раз за карьеру каждый исследователь фотографии сослался. Бенемин писал о процессе фоторепродуцирования в категориях таких экономических и в терминах «утраты». Он обозначил то, что теряется в фоторепродукции произведения искусства понятием «аура». Бенемин, мягко говоря, не самый последовательный академик, поэтому что-то четко определить, как-то конкретно понять, что же такое аура в его текстах, трудно. Но вот одно из определений, которое он сам дал этому понятию. Аура – это уникальное ощущение далее, как бы близок при этом предмет ни был. Ощущение далее. Речь не о реальной удаленности, а о таком механизме восприятия, который вступает в силу при созерцании искусства или его копии. Сродни тому, как мы на глаз определяем расстояние до предмета. Как-то так, по Бенемину мы определяем подлинность и уникальность. Физическая дистанция для него – синоним недоступности. Например, недоступности культового образа, который всегда единичен и всегда являет себя нам, воздействуя на нас здесь и сейчас, не оставляя возможности для того, чтобы мы его как-то использовали или преображали, не позволяя нам до него дотянуться. Или недоступности целостного гармоничного мира, явленного нам в пейзаже. Тема, которой была посвящена одна из предыдущих серий нашего курса. В числе симптомов современного общества и современной культуры Бенемин видит стремление преодолеть эту недоступность, приблизить к себе предмет, завладеть им, разрушив ауру. Бенемин писал свое эссе в середине 1930-х годов, чтобы, как он говорит уже в предисловии, сформулировать революционные требования к культурной политике. Поэтому такие яркие и привязывающиеся понятия как аура, наверное, следует воспринимать полемически в русле критики культуры и общественных, и политических позиций. А вне этого контекста они работают хуже. Но очень важно то, как он описывает изменение чувственности человека с появлением средств технического воспроизведения, таких как фотография и кино. Иногда это понятие ауры используют радикально, радикальнее, чем, наверное, предполагал его автор, чтобы как-то описать обмельчание и обесцвечивание современности. Но сам Бенемин склонен был скорее описывать перемены в человеческом сознании и восприятие искусства в связи с тем, что искусство осваивало новые технологии, и с тем, что из этих технологий рождались новые типы искусства. Копируя произведение искусства, мы вольны вырезать его фрагменты, оставляя только самые лучшие детали или самые удачные ракурсы. Мы можем и, скорее всего, играем с масштабами разных памятников, увеличивая миниатюру и уменьшая храмовый комплекс так, чтобы их можно было соотнести друг с другом. И мы уравниваем фактуры и цветовые отношения, унифицируя их в соответствии с возможностями фотографии и полиграфии. Мы также можем взять отдельное произведение из комплекса, фреску в оформлении храма, архитектурную деталь из ансамбля или рисунок из серии и поместить в нейтральный контекст. Это придаст им завершенность, ведь так их сложно было бы помыслить в их оригинальном контексте. Такую несложную идею проиллюстрировал Джон Бергер в своем курсе «Искусство в виде» для BBC. Первые видеокурсы начинаются с того, что ведущий вырезает фрагмент из картины. Вот прям ножичку, по-моему, он это делает. Кажется, картина Боттичель. При помощи этого шокирующего жеста, разрезания холста, Бергер показывает ту операцию, которая помогает нам без вреда для оригинального произведения производить зрение при помощи фотографии. Мы можем фрагментировать, кадрировать, менять масштаб изображения, сопоставлять произведения искусства, которые находятся на разных концах света. Ведь раньше сравнение картин могло происходить только у зрителя в памяти. В своих письмах Иван Цветаев высказывал желание дополнять отливку того или иного памятника, помещенной рядом с ней фотографии, на которой было бы изображено целое. Так, при помощи копии различного типа, он хотел по возможности восполнить ту неполноту контекста, которая была неизбежной при создании собрания копий. Мы можем деталь, отдельный памятник, превратить в шедевр и создать коллекцию таких шедевров, растиражировав ее, заставив всех принять потом эту подборку. Но и само понятие шедевра тоже меняется, адаптируясь к тем правилам, которые диктует фоторепродукция. Законы фотогеничности, распространяясь на искусство, заставляют и художников иначе строить свои художественные стратегии. Сегодня, когда мы все знакомы с понятием виральности, вирусности, это таким удивительным нам, наверное, не кажется. Все вышеперечисленное осмыслялось художником. Пожалуй, такой период, который в наибольшей степени ассоциируется с художественным переосмыслением свойств копии такого репродуцированного образа, это вторая половина 1960-х годов, 70-е годы. Йозеф Кошет осмыслял взаимоотношения между предметом, его словесным описанием и фотографической копией. Художники так называемого Pictures Generation, поколения картинок в Америке, к которым принадлежали Синди Шерман, Шерри Ливайн, Роберто Лонго и многие другие, по-разному обыгрывали, а не подавляли потенциал фотографической копии. Странным образом, работа с копийностью фотографии становилась средством для того, чтобы достичь оригинальности. Художники в таких стратегиях следовали логике, которую философ Ролан Барт артикулировал. Довольно провокационно он заявлял, что это скорее академические живописцы, постоянно обращаясь к конвенциям жанра и, по сути, воспроизводя именно их. Вот они-то занимаются пастишем и копированием. Живопись в таком случае — это просто обозначение живописности, живописных законов. А значит, те операции, которые с ней произведены, в том числе и при помощи фотографии, имеют по меньшей мере столько же или даже больше прав считаться оригинальными. В том смысле, что они непосредственно передают какое-то отношение субъекта, его желание и волю, которыми он не поступается ради того, чтобы вписаться в живописный канон. На эти идеи откликается Луи Джигири. Фотограф вообще проявлял большой интерес к мотиву репродукции внутри репродукции, плоской картинки внутри какого-то такого диссонирующего с ней контекста. В работах созерцатель и живописец большая часть снимка занимает репродукция какой-то живописной идиллической работы, наклеенная, по всей видимости, на стену. Ее фрагмент, попавший в кадр, произволен. Между нами и репродукцией существует преграда в виде размытого контура или тени фигуры – живописец и наблюдатель. Эти два образа обозначают активную ситуацию зрения. Это те, с кем, скорее всего, себя зритель идентифицирует. Обе работы – рассуждения на тему многообразия посредников, которые формируют для нас образ, начиная от художника и творца и заканчивая протертым местом на сгибе листа на отпечатке или неровностью стены, на которую наклеена работа. Сегодня фоторепродукции окружают нас повсюду, и художники на протяжении XX века использовали язык коллажа для того, чтобы осмыслить опыт пребывания в реальности, опосредованной различными копиями и репродукциями, в таком особом мире репродукций, в зеркальном отражении реального мира. В серии коллажей «Страна советов» Марлен Матус размышляет по поводу своего опыта проживания исторических событий, пришедшихся на рубеж XX-XXI веков. Он склеивает вместе авторские фотографии, вырезки из газет, марки и репродукции из популярного журнала «Огонек». Этот курьезный, в общем-то, коллаж, где эрмитажная Мадонна Литта да Винчи, затасканная фраза из Пушкина и лозунг 22-го съезда КПСС склеены вместе, на самом деле составляет то странное, склеенное из плохо соглашующихся между собой фрагментов, пространство коллективного опыта и такой социальной коллективной интеллигентности. Ведь это все компоненты, которые, имея в виду определенный тип советской личности, можно было бы описать формулой «наше все». Возможность создавать авторские, глубоко субъективные подборки, ряды и последовательности работ, в которых отражались бы какие-то принципы или ценности, которых придерживается автор. И частные архивы, посвященные каким-то личным обстоятельствам и личным знакомствам, тоже часто использовались художниками. Когда вхожий в круги художников-нонконформистов брежневской эпохи фотограф Лев Мелехов создавал серию портретов своих друзей и знакомых, он тем самым запечатлел и зафиксировал для памяти круг тех, кто зачастую не имел возможности выставляться, не был обласкан вниманием публике и не появлялся в прессе, например. Получая при помощи фотографии доступ к техникам репродуцирования, художники получали в свое распоряжение все инструменты для того, чтобы ощутить себя бытописателями, историками и историками искусства в собственном праве, прочерчивая линию преемственности и нанося на нее собственную биографию так, как им это кажется необходимым. И фотоальбом, и музей, вырывая произведения искусства из оригинального контекста, могут предлагать ему другой, новый. И порой это ведет к тому, что мы переосмысляем самые ключевые понятия в истории искусства. Андре Мальро, уже упоминавшийся автор, начинает с этой мысли свое знаменитое эссе. До того, как в XIX веке возник музей, такой, каким мы знаем его сегодня, статуя не была статуей, а живопись живописью, заявляет он провокационно. Мальро имел в виду, что только когда картина перенесена в музей, она начинает обозначать не тот предмет, который на ней изображен, и не пространство, для которого она написана, и не заказчика, по желаниям которого она удовлетворяет, а, собственно, живопись и стиль художника. Музей — это среда, в которой очень разнородные предметы, когда-то бывшие частью ансамбля, серии, какого-то сложного архитектурного или изобразительного комплекса, начинают существовать самостоятельно, отрываются от вот этого своего первоначального контекста и образуют совершенно другую общность. Вся они живопись или вся они скульптура и вместе наглядно демонстрируют либо стиль эпохи, либо манеру автора в ее развитии, в ее высшей точке или как-либо еще. Функция произведения искусства в музее сводится к тому, чтобы служить произведением искусства. Помещенный в ряд написанных на холсте полотен, шедевр становится в первую очередь тоже полотном на холсте, но по какому-то причине, выделяющимся из общего ряда. Слепок, расположенный следи белоснежных гипсовых копий, сравнивается в первую очередь с ними же. Так стало возможно сравнение близких по жанру, времени или по месту создания произведений, выявление на их основе закономерностей, которые потом позволяли говорить о стиле такой фундаментальной категории искусствознания. И подкрепленный многочисленными репродукциями стиль получал убедительность и завершенность. Подход, при котором, например, просвещенный зритель 17 века видел в искусстве готики лишь недостаток мастерства или отсутствие натурализма, отходил в прошлое, поскольку, исследовав по репродукциям большое количество готических произведений, можно было увидеть в них иные интересы, иные поиски, помимо натурализма. Упорядочивание, зрительная системность, выстраивание в типологический ряд в соответствии с видом искусства, в искусствознании лишь частный случай того, что происходит с науками и с картиной мира в общем. Как продукты нового времени, музей и альбом фотографических репродукций встраиваются в общую логику нового времени, когда весь мир предстает вдруг в качестве такой наглядной картины, картины мира. В 20 веке эта важнейшая функция – передавать эволюцию художественных форм в компактном формате. Конечно, отводилась альбомом, иллюстрированным фотографиями. Подобно тому, как архитектура музея наглядно представляет нам определенную концепцию мировой культуры, как здание, как некоторые пространственные системные организации или маршрута, проложенного сквозь века, также и книга, иллюстрированная, альбом – это символ упорядоченного, структурированного знания и такого повествования, которое последовательно разворачивается перед читателем, страница за страницей. Было бы обидно здесь не рассказать, пускай и в очень сжатой форме, скорее дать указания на общие корни, которые роднят музей, альбом, визуальный атлас. Эти корни – принцип наглядной познаваемости, обозримости мира, его структурированности через зрение, которое часто считают одной из принципиальных черт нового времени. Это идея знания как контроля и превращения реальности в созерцаемые и вместе с тем познаваемые предметы. Зал научной библиотеки музея, где мы сейчас находимся, особенно располагает к тому, чтобы порассуждать об этой системе искусствоведческого знания, которое заложено и в основе архитектуры музея, и в основе библиотечной классификации, и в основе каждого конкретного издания. Здесь хранятся альбомы, чья структура и архитектоника страниц рифмуется с музейными интерьерами. Наверное, лучше всего эта рифма заметна и наглядна на примере учебного атласа античного ваяния, составленного основателем музея Иваном Цветаевым. Как никто другой, он понимал большой потенциал издания, снабженного фотографическими репродукциями. И то, что российскому зрителю для того, чтобы, как он писал, воспитывать вкус к изящному и приучать свой глаз к исторической точке зрения, нужны как учебный музей, так и учебный атлас по искусству. И в предисловии к своему подробнейшему изданию Цветаев неизменно упоминает два своих детища в единой связке. Музей и иллюстрированный альбом – две замкнутые системы, в которых упорядочивались разрозненные материалы с раскопок, из многочисленных собраний, как публичных, так и частных, закрытых по всей Европе. Артефакты и произведения искусства располагались на страницах, как на полках в музейной витрине, с тем, чтобы продемонстрировать постепенную эволюцию художественных форм, развитие пластики и стилевое единство эпохи. Предшественники современного альбома по искусству с высококачественной полиграфией. Вот такие издания. Это одно из самых популярных, с которого и Цветаев брал пример, в которых в силу ограничений полиграфии того времени, вплоть до начала XX века, преобладают все же не фотографические иллюстрации, а гравюры. Фотографические репродукции появляются в них постепенно, чуть-чуть попозже. И вместе с тем фоторепродукции произведений искусства, как отдельные листы, отпечатки на тонкой бумаге, наклеенные затем на плотный картон и подписанные, потом собранные в папку или в специальный короб, обретают популярность и входят в широкий оборот уже начиная с 1850-х годов. И вот в нашем отделе визуальной информации, где собранные на протяжении всего XX века, когда еще не музей существовал, а кабинет изящных искусств и древности при Московском университете, вот собиравшиеся с тех пор визуальные материалы, помогающие преподавать историю искусства и облекающие ее в наглядную форму. Среди этой коллекции можно найти вот такие великолепные листы, служившие пособием всякому, кто хотел бы лучше изучить историю искусства. Фотографы использовали самые разные и самые уточенные, самые сложные техники фотографии, например, альбуминовую печать или карбоновую печать. Сегодня разглядывать такие отпечатки, фотографии, где в крупном формате сочетается и высокая точность, и мягкость, такая особая бархатность, линия и тона — невероятное удовольствие для глаз. В середине XIX века в профессиональной, музейной и в знаточеской, и в академической среде фотография воспринимается как важный, можно даже сказать, определяющий, наверное, шаг к тому, чтобы знание об искусстве сделать более объективным и научным. Искажений, которые неизбежны при гравировании, она позволяет избежать. А собственные ее искажения, связанные с передачей пропорций при съемке в ракурсе или с передачей тона на черно-белом снимке, конечно, несравнимо меньше препятствовали тому, чтобы создать у зрителя достоверное представление о том или ином памятнике культуры. Так что, конечно, для только рождающейся дисциплины истории искусства это настоящая революция. Но, конечно, для нас такие работы уже давно перестали быть лишь вспомогательным материалом в научной и исследовательской работе, а стали восприниматься как такие самостоятельные произведения искусства. Для многочисленных любителей и знатоков искусства собирание коллекций образов стало важной практикой. Таким особым видом коллекционирования, доступным широкому кругу, ключевой формой общения с искусством. Фотография материализовала искусство и превратила его в объект, который можно носить с собой, коллекционировать и распространять. И дело не просто в том, что массовая тиражная репродукция тешила наше чувство обладания, жажду к которому привела нам современность, а в том, что фотография поменяла модели чувственного восприятия искусства. Взору обладателя альбома оно становится доступно по первому желанию. Кроме того, существует мнение, что фотография укрепила и сделала более непосредственной и более интенсивной связь между прикосновением и взглядом. Само по себе то, что фотография представляла свой объект так, словно он всегда лежит перед нашими глазами, ее механическая точность и четкость в передаче фактур и текстур, а также понимание того, что фотография — это след, который предмет оставляет на светочувствительной пленке, все это могло стимулировать тактильное воображение зрителей. Искусствоведы такие, как Лейс Ригль, рассуждавший об искусстве через призму идеи о сцеплении глаза и руки, Бернард Беринсон, говоривший о тактильных ценностях в искусстве, о том, что мы фактически приписываем тактильные значения ощущением на сетчатке. И позднее философ-феноменолог Мерло-Понти, который писал, что взгляд и прикосновения существуют в одной физической плоскости, непосредственно связывают нас со внешним миром. Все они в своей практике часто обращались к фотографии. И можно предположить, что именно фотография вдохновляла их на то, чтобы разлагать процесс зрения на составные части, среди которых есть как чисто оптическое схватывание поверхностного сходства с реальными предметами, так и более глубоко укорененное в теле ощущение, такое ощущение на уровне тактильных реакций, где зрительное впечатление связано с тактильностью, с прикосновением. Нам сегодня, наверное, описание этой оптическо-тактильной связи может напоминать двойной клик по экрану смартфона. Двойной клик позволяет приблизить что-то, чтобы разглядеть внимательнее, или перейти по ссылке, чтобы увидеть то, что нам интересно. И должно быть, увлекаясь фотографированием в музее на свой смартфон, мы таким образом отчасти удовлетворяем свое желание прикоснуться к произведению искусства, что, конечно же, в музее под запретом. Вместо того, чтобы трогать, мы ощупываем искусство взглядом. Разделение зрительного опыта на оптическую и осязательную составляющие ложилось в основу рассуждений о принципах развития искусства. Но это не единственное, как фотография, опыт всматривания в нее и работы с ней повлияло на наш способ описания и анализа искусства. Если продолжать разговор о том, как опыт фотографии сформировал искусство знания, то, конечно, следует вспомнить, что именно фотография избавила искусствоведов от необходимости описывать искусство и позволило полагаться непосредственно на зрительные впечатления. Сопоставлять и сравнивать, осмыслять сходства и различия. Искусство знания в той форме, каким, наверное, представляет его себе сегодня человек со стороны, во многом построено именно на этом механизме. На сопоставлении действительно строится формальный метод, который можно сравнить с таблицей умножения только для искусства, для искусствоведческой науки. Его основоположник, Генрих Вольфлин, в первой четверти XX века предложил систему описания художественных форм, достаточно универсальную, чтобы придать изучению искусства такую же строгость, что и у других научных дисциплин. Сегодня в самой логике формального анализа, где значение имеет только внешняя форма, и где форма оценивается на основе сопоставления, а зрительные впечатления предлагается уложить в такую универсальную шкалу, прочерченную между двумя очень абстрактными и очень разными и крайними такими понятиями. Вот в самой этой логике предлагается видеть влияние фотографии. Справедливо полагают, что к изобретению формального метода Вольфлина подтолкнула его практика преподавания истории искусства. А в XIX веке для лекций по истории искусства активно использовались диапозитивы, то есть фотографии на стеклянных пластинах, которые вставлялись в проектор и проецировались на стену. Вольфлин был среди тех, кто активно использовал эту технологию и пошел еще дальше, начав использовать параллельно две проекции. Вот эта двухчастность, будь то два экрана проекции, которые позволяли проводить сопоставление или разворот книги, который позволял воспринимать две репродукции параллельно, придала материальную форму такой гегелевской диалектики дорогой сердца любого немца и легла в основу формального метода Вольфлина. Другой знаменитый искусствовед, чьи новаторские методы изучения искусства были опосредованы фотографии, это Аби Варбург. В проекте «Атлас Мнимазины», который, к слову, так и остался незавершенным, он создавал собственную версию «Атласа изящных искусств», такого, как те, что мы видели только что, и такого, как тот, который создавал, в частности, Иван Цветаев. Но только на воображаемой странице своего «Атласа» или на полке своего воображаемого музея Варбург помещал объекты вне хронологии и вне стилевого единства. Репродукции ренессансной скульптуры могли у него соседствовать, например, с примитивными рисунками или снимками чеканки на монетах, или с какими-нибудь рекламными вырезками, или фото из модных журналов. Создавая такой радикальный для своего времени 1920-х годов такой вот калаш из самых разных по жанру и иерархии визуальных фрагментов, Варбург пытался вывести универсальные основы визуальности в чем-то аналогичный бессознательному, но только для искусства. Атлас Мнимозина стал таким предчувствием современной мультиэкранности. По своей форме он буквально походил на скриншот рабочего стола со множеством открытых вкладок. Конечно, такой атлас ближе к нашему сегодняшнему опыту работы с информацией. Ближе, чем бинарность книжного разворота с полутоновой репродукцией или проекции. Но подобно им осуществиться он мог только благодаря тем возможностям, которые дала исследователю фотография и фотографическая репродукция. И это лишь несколько примеров того, как фотография, почти незаметный, но и незаменимый посредник, сформировала и структурировала искусствоведческое знание. Из физического, реального пространства, наполненного копиями, она позволила нам переместиться в виртуальное пространство, законы которого мы можем задавать сами. И стала тем внутренней формой или тем скелетом, на котором держатся наши воображаемые музеи. Сегодня все сложнее представить себе способ общения с искусством, который не был бы опосредован фотографией. Но она не удаляет его от нас, а, можно сказать, заостряет наше восприятие и помогает привести наше зрение в какое-то соответствие со сложностью, с той сложностью, которую приобрела сегодня наша культура. И вот мне лично доставляет удовольствие видеть фотографии именно это. Феномен, который расширяет возможности нашего тела, нашего взгляда и выступает посредником между взглядом нашего глаза и движением мысли, за которым стоит колоссальный по объему культурный контекст. И я надеюсь, что в этом небольшом курсе мне удалось передать вам это свое восхищение. Субтитры создавал DimaTorzok